Всем привет! Как и многие из вас, я сталкиваюсь с постоянной проблемой запотевания стекол. Я уже устал с этим бороться. Стоит только пройти дождю, или в зимний период времени, по утрам особенно, когда ты спешишь на работу. Поискав информацию в интернете, я нашел много производителей, которые рекламируют свои продукты для того, чтобы бороться с этим запотеванием. И я каждый раз думал, вот сейчас я проезжаю мимо какого-нибудь автомагазина, обязательно зайду и куплю себе такой антизапотеватель. И каждый раз оказывалось, что его либо нет в наличии, либо я по какой-то причине проезжал мимо, забывал. Я вот подумал, есть ли вообще средства бороться с запотеванием, которые мы можем найти в повседневной жизни. Поэтому, поискав информацию в интернете, я взял следующие ингредиенты. Крем для рук, пену для бритья, шампунь, зубную пасту, картофельную. Многие скажут, картофельную? Какого черта она здесь делает? На форумах дайверов я нашел информацию, что они натирают маску. И крахмал якобы не дает запотевать потом стеклу. Проверим. Для начала мы его очистим с помощью очистителя для стекол и бумажного полотенца. Для наглядности я вскипятил горячей воды, чтобы показать, что все стекло запотевает. Откуда же берется запотевание? Разность температур, разность влажности. Особенно в дождливую погоду этому подвержены почти все стекла. Для нашего эксперимента на лучший антизапотеватель я выбрал крем для рук, шампунь, гель для бритья, зубная паста, также картофельная и обычное банное мыло. Шесть разных зон. Первую мы будем использовать шампунь. Немножко наносим на бумажное полотенце. Наносим на само стекло. Хорошенько его растираем. Второй квадрат у нас будет крем для рук. Также аккуратненько разносим по всему стеклу. Третий квадрат я задействую картошку. Этот крахмал, помогая дайверам, должен помочь и нам. Также растирая полотенцем. Используем зубную пасту. Четвертый квадрат. Появился приятный запах мяты. Должен заметить, растирается намного сложнее, нежели другие ингредиенты. Не получается добиться такого прозрачного состояния сразу. Так, пришло время. Пень для бритья. На самом деле, ее нужно было намного меньше. Запах тоже хорош. Также доводим до зеркального прозрачного блеска. И последний, шестой квадратик. Мы используем обычное мыло. Обычное банное мыло. Должен сказать, что из всех наших ингредиентов это наносится намного сложнее. Пора провести испытание. Картошка не в счет, не работает. Второй у нас был крем для рук, не работает. Хочу сказать, что шампунь повел себя неплохо. Влага собирается, но все равно все прекрасно видно. Зубная паста. Он прекрасно справляется. Пятый квадрат пены для бритья. И шестой квадрат мыло. Для наглядности эксперимента я вскипятил еще больше воды. Зубная паста показала себя лучше всего. Пена для бритья. Изумительное. Мыло. И мыло так же неплохо, но немного больше. Немного больше в запотевании. Что мы видим? У меня запотела уже вся машина. Первый. Шампунь. Хорошо, но не очень. Второй. Крем для рук. Третье. Картошка. Вообще не работает. Четвертый квадрат. Зубная паста. Отлично справился. Пятый квадрат. Гель для бритья. Справился лучше всех. Обычное банное мыло детское. Тоже справился неплохо. Единственное, что много разводов и тяжело наносить. Поэтому тут надо как бы выбирать самому. Намного легче было наносить именно гель для бритья. Для того, чтобы выбрать победителя, я усложню задачу. Больше всего мне понравилось, конечно, как справился со своей задачей, гель для бритья. Он у нас победитель. Пока что. Хочу усложнить ему задачу и поставить еще пену для бритья. Посмотрим, как они справятся. И, конечно же, зубная паста. Разделим другую часть окна на три части. Пену для бритья мы нанесем на левую сторону. Гель для бритья мы поставим на середину. Опять же, геля для бритья нужно было еще меньше. Каждый раз я про это забываю. По количеству нужно совсем чуть-чуть. Иначе его очень тяжело снимать. Он все мылится и мылится. По ощущениям, пену я намного легче нанес. Но само стекло скользкое, но не такое скользкое, как от геля. Но гель продолжает как будто рисовать. Его невозможно полностью стереть. Но там на солнечной стороне этого не было заметно. Здесь это видно прекрасно. И, наконец-то, финальный этап. Зубная паста. Тоже нужно совсем чуть-чуть. Но зубная паста дает запах того, что целый лес мяты находится у вас в салоне сейчас. Стоит приложить немножко больше усилия, и все оттирается намного лучше. Итак, время проверки. Я приготовил горячую воду. Пена для бритья. Второй гель для бритья. Зубная паста. Хочу сказать, что и зубная паста, и пена для бритья, в принципе, справились с своей задачей. Единственное, что пар попал, может быть, я там до конца не дотер, не знаю. Но гель для бритья справился с своей задачей лучше всех. Да, сразу видно, как бы запотевало стекло, если бы оно было ничем не обработано. В принципе, мне так же понравилось и мыло. Удивительно. Но мыло так же хорошо играет свою роль. В общем, финал. Из того, чем можно пользоваться. Пеной можно. Ее легко наносить. Гель однозначно победитель. Даже если у вас нет пены для бритья, или кто-то не пользуется, или она закончилась, то у вас всегда будет или зубная паста, но ее наносить еще сложнее, еще сложнее растирать. Но мыло должно быть абсолютно у всех, поэтому с этим проблем не будет. И можно без проблем сделать антизапотеватель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА